Добрый день! Сегодня мы поговорим о преступлении и наказании, но не в классическом его понимании. Речь, конечно же, не о Достоевском и времени, в котором он жил, хотя, по большому счету, люди мало меняются в своих корыстных проявлениях. Мы будем говорить о современных реалиях, о коррупции и всем, что с ним связано. Фейковые новости. Что это? С точки зрения закона это правонарушение. Еще в марте Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем окончательном чтении поправки в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. И изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на противодействие так называемым фейковым новостям. Недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности. Но в последнее время для некоторых, так скажем, нечистоплотных людей распространение лживой информации становится нормой. Событий и факта нет, а новости есть. И деньги в кармане есть. Вот один из примеров. Член партии КПРФ Инна Нестерова в вечернем эфире телеканала БСТ 1 сентября рассказала, как подкупила журналиста окружного издания Андрея Иванова. Я хочу по данной ситуации пояснить, что я всегда была против фейковых новостей, против коррупции. И как общественный деятель я всегда выражала эту позицию. В этом году я убедилась, что на самом деле за деньги очень легко опубликовать любую информацию абсолютно. Несколько оппозиционных изданий, так называемых, в нашем городе, совершенно легко, озвучив определенную сумму, разместили информацию, которую им я предоставила. И, в общем-то, здесь никаких вопросов, никаких нюансов нет. Меня на самом деле поразило, насколько легко можно опубликовать все, что угодно. 50 тысяч были. Я лично отдавала их, предоставив материал. Я дала статью, которая была написана и которая была просто создана для, выдумана, так скажем, да, не являлась настоящей и спросила, возможно ли разместить этот материал. Материал при оплате определенной суммы был размещен. Еще раз повторю, я не знала, что настолько легко можно разместить любую информацию. Как сообщает Башинформ, правоохранительный орган Башкирии проводит проверку по заявлению жительницы Уфы о якобы передаче незаконного денежного вознаграждения журналисту издания «Правда ПФО» Андрею Иванову за резонансную публикацию о ситуации в республиканском Миндлесхозе. Как сообщило в своем заявлении Следственное управление СК РФ по Башкортостану Инна Нестерова, денежные средства в размере 50 тысяч рублей были переданы ею лично в Уфимском торгово-развлекательном комплексе «Мир». Также в Ленинский районный суд Екатеринбурга направлен иск Миндлесхоза Республики Башкортостан к изданию «Правда ПФО» о защите деловой репутации по поводу той же публикации, на которую в своем заявлении указывает Нестерова. Ведомство просит суд опровергнуть распространенные в статье сведения и компенсировать моральный вред в размере 1 миллиона рублей. И еще об одном правонарушении, в котором еще будут разбираться правоохранительные органы. Специально назначенная комиссия рассмотрела персональное дело депутата Чебоксарского городского собрания Алексея Никитина. Управлением проведена проверка в отношении депутата Чебоксарского городского собрания Никитина. В ходе проведенной проверки в отношении его были выявлены недекларированные последними, а также его супругой, множество счетов, по которым прошли десятки миллионов рублей. Однако они не были отражены в его справках о доходах. Материалы для принятия решения направлены на Чебоксарское городское собрание, которые вправе принять в отношении его предусмотренным законодательством меры ответственности. Решение при это лишит депутата мандата. Сегодня, значит, на заседании в очередном собрании Чебоксарского городского собрания депутатов был рассмотрен вопрос, был вынесен проект решения о досточном сложении полномочий депутата Никитина Алексея Владимировича. Вопрос сложный, существенный. Готовились долго к этому вопросу, поскольку есть ряд процедурных, процессуальных моментов, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Чебоксарской Республики. И поводом для рассмотрения данного вопроса на собрании депутатов была организована проверка управления общественной безопасности администрации главы Чебоксарской Республики. По результатам проверки выявили ряд нарушений по доходам нашего коллеги депутата Никитина Алексея Владимировича и его членов семьи. Эти результаты проверки были вынесены комиссией по собранию требуемой к служебному поведению. Эта комиссия 27 октября рассмотрела материалы проверки и вынесла решение, что сведения, которые подавал наш коллега депутат Никитин, является неполными и недостоверными. И второе, было рекомендовано главе города Кадыша Евгения Николаевича выйти с проектным решением в городское собрание депутатов о досрочном прекращении полномочий нашего коллеги Никитина Алексея Владимировича. Сегодня мы данный вопрос осмотрели, рассматривали долго, были заданы вопросы и докладчику, и к самому были депутаты адресованы вопросы. Большинством голосов было принято решение сложить полномочия депутата Никитина Алексея Владимировича. Было предоставлено право выступить, он выступал, приводил свои доводы. Было принято взвешенное решение, депутаты видели, смотрели, анализировали эти доводы. Я могу ответить за свои действия. Это было решение коллегиальное, собрание депутатов принимало решение. Еще раз повторюсь, было принято решение о досрочном прекращении полномочий. Мало того, прокуратура республики направила в городской парламент материалы проверки справок о доходах 25 народных избранников и внесла в ЧГСД представление об устранении нарушений и привлечении депутатов к ответственности. И еще несколько событий, которые активно обсуждаются в средствах массовой информации в социальных сетях. Глава республики встретился с представителями СМИ. Говорили о национальных проектах, развитии экономики и предстоящих выборах. Разговор за чашкой чая и без купюр. Журналисты ведущих изданий региона подготовили большой список вопросов от своих читателей. В топе новостей за последние недели состояние здоровья Михаила Игнатьева. Слухам верить не стоит, ответил глава республики. Кто интересуется, пожалуйста, приходите на прогулку утром, короткий вам ответ. Приходите на лыжи кататься, приходите на прогулки, на пробежки и все остальное. Уже на следующий год намечены выборы главы региона. Михаил Игнатьев отметил, что будет бороться за этот пост, только если его поддержат местные жители. Полномочия заканчиваются в августе месяце. Все это зависит от того, какой процент доверия жителей Чувашской республики и доверия президента Российской Федерации. Это было и в 2015 году, когда я выбирался. А вот что еще надо делать? Вот что еще нужно? Чем нужно работать? В 2015 году была программа «Месте жить, вместе строить». Я же объехал тогда на уровне сельских поселений практически все почти сельские поселения. Максимально все мероприятия, которые были заложены и выдержаны в этой программе, они выполняются. Задача даже и моя, любого кандидата на должность в Чувашской республике, это работать честно, ответственно, публичные документы принимать, обсуждая с населением, и не обманывать людей, и не вводить в заблуждение людей. И такими качествами отметил Михаил Игнатьев, должен обладать каждой руководитель на места. Дорога в региональный Кабмин открыта для креативных и честных политиков. Все члены правительства проходят жесткий отбор. Работой своей командой глава республики доволен. По закону проводим конкурсы зачислений в резерв на те или иные должности, или, соответственно, объявляется конкурс на вакантные должности, которые в штатах естественности имеют. Ну, если отбросить все эти конкурсы. Вы, если готовы, поучаствуйте на конкурсе. Вы довольны своей командой на данный момент? На сегодняшний день кабинет министров справляется в органах местного самоуправления. Главы администрации меняются, но это жизнь. И министры меняются, а рокировка идет, кто-то по карьере идет. Ну, а работы у членов правительства в ближайшие годы будет много. С национальным проектом мы за этот период и республика отчиталась, и мы действительно хорошо выполнили показатели. Какую оценку вы дадите своим министрам? Они готовы без каких-то нарушений от показателей справиться вообще с этой задачей? Мы должны, конечно, качественно работать с конкурсной документацией, с проектами. Каждый ОПЕ, который строится в республике, в ходе строительства, в ходе строительства, вносится изменение проектной документации. Это очень плохо. Это является сдерживающим фактором тоже. Поэтому здесь вот, это не национальный проект, но он косвенно влияет на реализацию этих мероприятий. Для республики должна стать приоритетной и программа ускоренного развития. В ближайшее время проект документа обсудят в Москве. Один из вариантов, потом наша программа будет утверждена на заседании правительства Российской Федерации, у председателя правительства Российской Федерации. Или после обсуждения на правительственной комиссии будет принято соответствующее распоряжение правительства. И дополнительные средства хотят нам выделить. Я верю, что у нас все получится. Касаясь заказов, касаясь влияния действия Матру, он проводит у нас по компетенции промышленную политику, таможенную дарифную политику и координирует торговлю. За час Михаилу Игнатьеву задали десятки вопросов. Подробные ответы опубликуют газеты. Встречи в таком формате должны стать постоянными. Самыми обсуждаемыми темами в медиа-сообществе стали также реализация закона о предоставлении земель многодетным семьям и плохое качество спусков к Волге в столице республики. Но если в первом случае идет поэтапное решение проблемы, то во втором достаточно просто сделать добросовестный ремонт. 14 тысяч многодетных семей в Чувашии по закону имеют право получить земельные участки под строительство. Более 8 тысяч уже оформили их в собственность. И только 56 семей завершили строительство и въехали в новые дома. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании правительства. Закон о предоставлении земли многодетным действует с 2011 года. За это время средний процент обеспеченности землей семьи, где воспитываются трое и более детей, составляет почти 60%. Вместе с органами местного самоуправления Минюз республики держит этот вопрос под контролем и старается предупредить нежелательные тенденции. У 64% именно было сформировано участков и больше 5000 предоставлено именно под индивидуальное жилищное строительство. Но практика показывает, что на сегодняшний день, на слайде тоже показано, есть случаи продажи земельных участков. Президент страны сразу же свою позицию в этой части обозначил, мы тоже разъясняем. Но случаев не так много, тем не менее, по республике они тоже имеются. Вопросов по предоставлению и освоению земель немало, отметили участники встречи. Часть семей не устраивают выделяемые земли, кому-то не хватает средств на то, чтобы построить дом. Надо вникать в эти проблемы и искать пути решения. Отдельные семьи просто не могут строить, они хотят получить квартиру, допустим. То надо нам на этих земельных участках, разделяя отдельные участки, это согласно градостроительного кодекса, плана землепользуемой застройки посмотреть, дать строителям строить жилье и для многодетных семей отдельные квартиры продавать на коммерческой основе. Спуски к московской набережной в Чебоксарах временно закрыты. Ведется демонтаж лестниц, работы по освещению, в переходах укладывают брусчатку. Сделать спуски качественными такое распоряжение дал глава республики на еженедельном совещании. Михаил Игнатьев заметил, во время его утренних прогулок по набережной жители сетовали, что спуски неудобные. Ко дню города строители сделали временный вариант. Активная эксплуатация лестниц в празднике усугубила ситуацию. Шатающийся под ногами доски, рассыпающийся асфальт на недоделанной дороге для инвалидов и велосипедистов. Администрация города Чебоксары оперативно отреагировала на жалобы жителей. Лестницы перекрыли более качественными досками, сейчас идет покраска. Продолжаются работы по установке велосипедной тропы, которую собираются адаптировать под спуск для мам с колясками и инвалидов. Основные работы по демонтажу лестниц планируют завершить к концу недели. И горожане вновь смогут по ним спускаться к набережной. Читайте между строк и делайте свои выводы. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова